На встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы пришли в большинстве своем представители учреждений социальной сферы, главы территории, руководители предприятий и организаций. Сергей Сокол коснулся в своем выступлении деятельности оборонпрома и российской промышленности в целом, рассказал о действующих федеральных программах, которые могут помочь экономике Красноярского края, а в завершении встречи ответил на отрисованные ему вопросы, которые касались деятельности лесной отрасли, развития малого предпринимательства и жизни современного села. Сибирская тайга является первой в мире по объему, по площади. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы проблемы лесного хозяйства и как вы вообще видите, что можно изменить в лесном хозяйстве? У нас действительно край очень богат лесными ресурсами, но поскольку для края это очень важная составляющая с точки зрения ресурсного потенциала и экономики, для нас это очень важно и это один из тех экономических блоков, которым нужно заниматься в Москве на уровне федерации. Как кандидат в Госдуму от партии «Единая Россия» Сергей Сокол знакомится с избирателями и стремится донести до них свое видение решения многих проблем. Я считаю, что нам нужно как можно больше денег вернуть из федерации обратно в край через участие края в различных программах, в различных формах поддержки, в том числе малого предпринимательства, через привлечение инвесторов. У нас очень много интересных инвестиционных площадок в край, о которых мало кто знает, к сожалению. Поэтому это одна из главных задач – вернуть в край ресурс, финансовый ресурс прежде всего. И дальше работать с точки зрения увеличения промышленной мощи Красноярского края. Курагино – это очень серьезный ресурс, обеспечивающий район. И это хорошо. Мы в крае всегда ослабились добывающими отраслями. У нас бюджет в основном формируется за счет норильского никеля, за счет русского алюминия. Но нам нужно диверсифицировать нашу экономику, нам нужно развивать еще и мышеностроительные отрасли. И нам нужно делать так, чтобы те ресурсы, которые мы здесь добываем, в том числе в Урагинском районе, осваивались и перерабатывались здесь же на территории края, создавая добавленную стоимость и поднимая экономическую мощь территории нашей. Конечно, это действительно идея, которая лежит на поверхности. И здесь вопрос взаимодействия такого очень плотного между муниципальной властью, между краевой властью и между представителями края в Москве, в федеральном центре, в данном случае с депутатами Государственной Думы. Если вот эта дорога с двусторонним движением функционирует без каких-то проблем, то тогда от этой всей работы выигрывают жители края. Сегодня жители края, как и всей страны, волнуют такие вопросы, как обеспечение качественным жильем, наличие работы и достойная заработная плата. Особенно остро эти проблемы заметны в так называемых моногородах, к разряду которых можно отнести поселки, подобные нашим Большой Ирбе и Краснокаменску, где самое важное – возобновить работу городообразующих предприятий. Наша задача – поискать инвестора социально ответственного, в том числе инвестора, который бы на территории работал добросовестно и в том числе во имя территории, соблюдая интересы территории. Те, которые избираются депутатами Государственной Думы, помимо своей законотворческой деятельности, должны стать такими, в хорошем смысле этого слова, лоббистами, интересов края, помощниками губернатора, правительства края, для того, чтобы помогать нашему руководству краевому как можно больше возможностей и ресурсов привлекать из федерации на территорию.